Какие действия при дорожно-транспортном происшествии должны немедленно осуществить водители, причастные к нему? Как только произошла авария, водители обязаны предупредить других участников дорожного движения о произошедшем. Делается это путем включения аварийной сигнализации и выставления знака аварийной остановки. Тогда у других водителей будет возможность вовремя среагировать на сложившуюся дорожную ситуацию, чтобы не пополнить число участников ДТП. При этом, само собой разумеется, транспортные средства и предметы, имеющие отношение к ДТП, перемещать нельзя, иначе изменится картина произошедшего. Таким образом, правильный ответ – остановить, не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги? Перед нами знак ограничения минимальной скорости. В данном случае это 40 км в час. Знак не случайно висит над левой полосой, поскольку распространяет свое действие именно на нее. Об этом свидетельствует табличка полоса движения. Видите стрелку под знаком, указывающую на левую полосу? Это именно она. В итоге получается, что минимальная допустимая скорость движения по левой полосе 40 км в час. Таким образом, правильный ответ – минимальная допустимая скорость движения по левой полосе 40 км в час. Какие из указанных знаков запрещают поворот налево? Идем слева направо. Знак А – выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств. Проще говоря, основной поток движется направо, а влево движутся только маршрутки по специально выделенной для них полосе. Соответственно, нам налево повернуть нельзя. Теперь знак Б – разворот запрещен. Как известно, запрет разворота не запрещает поворот и наоборот. Так что развернуться мы не можем, но поворот налево нам при этом не запрещен. Что касается знака В, то он означает место для разворота. Уже по формулировке понятно, что в данном месте разрешается только указанное действие. То есть поворот налево запрещен, можно только развернуться. На практике такие знаки устанавливают на участке многополосных дорог между перекрестками. А раз это не перекресток, там, как правило, физически некуда поворачивать. Вот почему это и называется место для разворота. В итоге мы имеем следующее. Из предложенных вариантов поворот налево запрещает только знаки А и В. То есть правильный ответ – А и В. Можно ли вам повернуть направо на этом перекрестке? Наверное, больше всего смущает красный кирпич на знаке. Он может вызвать ассоциации со знаком В, В, Запрещен. Но в данном случае это не запрет. Кирпич на этом знаке всего лишь обозначает тупик. Кстати, знак так и называется – тупик. И он информирует о том, что дорога направо не имеет сквозного проезда. Но если сквозной проезд вам не нужен, можно смело поворачивать. Никакого запрета здесь нет. То есть правильный ответ – можно. Разрешается ли вам перестроиться? Это довольно хитрая дорога с реверсивным движением. Тут нужно принимать во внимание не только реверсивный светофор, но и разметку на проезжей части. Классическая реверсивная полоса отделяется двойной прерывистой линией с обеих сторон, и движение по ней разрешается только при включенном реверсивном светофоре. Но в данном случае двойная прерывистая линия нанесена только с одной стороны, а именно посередине, разделяя транспортные потоки встречных направлений. Работает это следующим образом. При включенных реверсивных светофорах полосы под ними превращаются в реверсивные и используются для движения в обоих направлениях. А при выключенных светофорах проезжая часть превращается в обычную четырехполосную дорогу с двумя полосами для движения в каждую сторону. Значит при выключенном реверсивном светофоре мы можем перестроиться влево, но только на соседнюю полосу. То есть правильный ответ – разрешается только на соседнюю полосу. Разрешено ли вам движение? Данный жест регулировщика напоминает поднятый шлагбаум, преграждающий нам путь. Так что даже визуально легко запомнить, что при таком жесте регулировщика движение запрещено. То есть правильный ответ – запрещено. Водитель легкового автомобиля должен выключить указатели левого поворота. Как видно по рисунку, маневр состоит из двух перестроений. Сначала в левую полосу, а затем обратно в правую. Согласно правилам, указатели поворота нужно выключать сразу же по завершении обозначенного действия, чтобы не вводить в заблуждение других участников движения. Если вы этого не сделаете, то они могут воспринять ваши действия, например, как намерение повернуть налево на ближайшем перекрестке. Так что выключить указатель левого поворота нужно сразу после перестроения на левую полосу. То есть правильный ответ – после перестроения на левую полосу. По какой траектории вам разрешается выполнить поворот налево? Это не единственный вопрос в билетах, связанный с поворотом при наличии трамвайных путей. Поэтому запоминаем простое правило. Если нет знака направления движения по полосам, то поворачиваем с трамвайных путей, расположенных в одном уровне с дорогой. Это траектория А. Если же на картинке есть знак направления движения по полосам, как в данном примере, то следуем его указаниям и поворачиваем из крайней левой полосы. То есть в данном случае правильный ответ – по траектории B. Правильный ответ – только по B. Вы имеете право выполнить разворот. Разворот по траектории B идет до начала сплошной линии разметки. Соответственно, развернуться мы можем, поскольку пересекать прерывистую линию нам правило не запрещают. Что же касается траектории А, то здесь разворот идет через перекресток при наличии знака «Поворот налево запрещен». Как известно, запрет поворота не запрещает разворот. Поэтому развернуться по траектории А нам правило также не запрещают. Значит, правильный ответ – по любой траектории из указанных. Вне населенных пунктов вам можно продолжить движение. За пределами населенных пунктов действует одно важное правило. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых. На рисунке полосы свободны, значит продолжить движение мы можем только по крайней правой полосе. Связано это с обеспечением безопасности при повышенном скоростном режиме за пределами города. Например, шанс улететь через три полосы из крайней правой навстречку значительно ниже. Да и в попутном направлении движение становится более организованным, исключая хаотичное перестроение. В городе такие условия обеспечить нельзя, поскольку водителям часто приходится перестраиваться для поворотов, разворотов и других маневров. А на трассе, за городом, движение в основном идет по прямой. В связи с этим необходимость перестроения возникает редко, как правило только при обгоне. А в остальное время водитель может двигаться по крайней правой полосе, безопасно для себя и окружающих. То есть правильный ответ – только по правой полосе. Разрешено ли вам после опережения первого автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Просто продолжить движение по левой полосе нельзя. Правила обязывают вне населенных пунктов двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. Но если вы намереваетесь опередить второй автомобиль, то тогда можно. Ведь это получается не просто движение по левой полосе, а длинный маневр, связанный с опережением сразу двух транспортных средств. Поэтому правильный ответ – разрешено, если вы намерены опередить второй автомобиль. Расстояние до сплошной линии разметки в данном случае не имеет значения. Оно берется в расчет, когда автомобиль паркуется на проезжей части. Но в этой ситуации водитель припарковался на тротуаре, а стоянка на тротуаре разрешена только легковым автомобилем и мотоциклом. Так что водитель грузового автомобиля нарушил правила стоянки, припарковавшись на краю тротуара. То есть правильный ответ – нарушил. Кто из водителей, выполняющих поворот, нарушит правила? Здесь тонкость заключается в одновременном наличии светофора и знака движения прямо. Вспоминаем, что светофор отменяет действия только знаков приоритета, а знак движения прямо к ним не относится. Это предписывающий знак, значит его действия никто не отменял. Следовательно, мы должны выполнять требования знака, и при разрешающем сигнале светофора можем двигаться только прямо. Так что оба водителя нарушили правила, сигнализируя о повороте там, где движение возможно только в прямом направлении. То есть правильный ответ – оба. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия. Светофора и знаков нет, поэтому перед нами равнозначный нерегулируемый перекресток. Здесь нужно руководствоваться одним единственным правилом – уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. То есть мы имеем преимущество перед мотоциклом, поскольку являемся для него помехой справа, но по этому же принципу должны уступить дорогу приближающемуся справа легковому автомобилю. Значит, первым проедет легковой автомобиль, затем движение продолжим мы, а последним через перекресток проедет мотоциклист. Возвращаясь к вопросу, правильным действием будет уступить дорогу легковому автомобилю. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Знак «Главная дорога» с табличкой указывающего направление говорит о том, что перекресток неравнозначный. Трамвай «А» находится на второстепенной дороге, поэтому у нас перед ним преимущество, и уступать дорогу ему мы не обязаны. На главной дороге вместе с нами находится трамвай «Б» и легковой автомобиль. Вот им мы должны уступить дорогу, поскольку находясь в равных условиях, мы обязаны предоставить право преимущественного проезда транспортным средствам, приближающимся справа. То есть правильный ответ – трамваю «Б» и легковому автомобилю. Остановка на автомагистралях разрешена. Автомагистрали находятся за пределами города, поэтому, как правило, не имеют искусственного освещения. При этом скорость движения на автомагистрали высока и может доходить до 110 км в час. В связи с этим остановка или стоянка даже на обочине может представлять серьезную опасность. Автомобиль могут попросту не заметить или не успеть затормозить. Вот почему остановка на автомагистрали разрешена только на специальных площадках для стоянки, обозначенных знаком парковка или знаком места отдыха. Таким образом, правильный ответ – только на специальных площадках для стоянки, обозначенных соответствующими знаками. Какие внешние световые приборы должны использоваться при движении в темное время суток на освещенных участках дорог населенного пункта? Фары ближнего или дальнего света должны быть включены всегда, независимо от того, освещается участок дороги или нет. А учитывая, что дальний свет оказывает ослепляющее действие, использовать его можно только за пределами города. Так что при движении в городе должны использоваться фары ближнего света. То есть правильный ответ – фары ближнего света. При возникновении какой неисправности запрещается дальнейшее движение транспортного средства даже до места ремонта или стоянки. Здесь нужно искать самую серьезную неисправность. Наибольший вред может нанести неисправность рабочей тормозной системы. Ведь это прямая угроза безопасности и практически гарантированная причина аварийных ситуаций. Так что в этом случае запрещается дальнейшее движение транспортного средства даже до места ремонта или стоянки. То есть правильный ответ – неисправна рабочая тормозная система. Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль. Чем ниже расположен центр тяжести, тем более устойчивым становится автомобиль на повороте. К сожалению, груз и пассажиры своей массой повышают расположение центра тяжести. Так что автомобиль без груза и пассажиров более устойчив против опрокидывания на повороте. То есть правильный ответ – без пассажиров и груза. Как оказать первую помощь при отморожении и переохлаждении? Если по-научному, то при отморожении и переохлаждении нужно максимально снизить потери тепла с поверхности тела пострадавшего. Как известно, алкоголь расширяет сосуды, тем самым только усиливая отдачу тепла. То есть оказывает обратный эффект. В этом плане будет гораздо эффективнее утеплить пострадавшего, укутав его одеждой или пледом. Соответственно правильным является второй вариант ответа. Я же предлагаю запоминать медицинские вопросы несколько по-другому. Выбирайте ответы с минимальным количеством телодвижений. То есть те, где по возможности не нужно что-либо делать или что-то иметь при себе. Во втором варианте ответа речь идет максимум о пледе. В то время как в других ответах вам может понадобиться алкоголь, шерсть, снег, грелка, крем и согревающий компресс. Ничего из этого у водителя, как правило, нет. Так что второй вариант ответа самый ленивый, если так можно сказать. И именно он является правильным. Продолжение следует...